Привет-привет! Время самых актуальных и интересных новостей в эфире Универ Ньюз. С тобой снова я, Гульфия Мотугольна. Сегодня в выпуске. Нужно ли нам принимать витамины? Расскажем всю правду о добавках. На двух или на четырех ногах ходили инозавры, знают ученые Казанского федерального университета. Какое участие сыграет КФУ в главном событии этого лета? В Казанском федеральном университете состоялось заседание ректората. Повестка дня включила в себя вопросы о ходе подготовки к приемной кампании 2018 года, в частности в Институте филологии межкультурной коммуникации и на юридическом факультете. Также затронули вопрос создания ситуационного центра КФУ. Подробности ректората мы расскажем вам в следующем выпуске. А сейчас к другим новостям. Идеальный водитель не знает усталости, всегда соблюдает все правила дорожного движения и никогда не сядет пьяным за руль. Получается, что лучше отказаться от водителя вовсе. О том, как бесплатный транспорт становится обычным для всех, расскажет Олег Кашин. В День России для первого лица республики провели необычный тест-драйв. Рустам Миниханов, президент Торстана, оценил электробус «Шаттл», беспилотный автобус, который производится КАМАЗом совместно с научно-исследовательским автомобильным институтом «Инами». Это будет уникальная машина, это отечественная разработка. Я хотел бы поблагодарить наших коллег из КАМАЗа «Инами», которые сумели создать этот автомобиль. У него возможностей намного больше, но так как законодательная база пока ограничена, это демонстрационная поездка, и платформа этой автомобиле позволяет делать много-много хороших вещей. Беспилотный транспорт – это уже не фантазия, а ближайшее будущее. Такие электробусы не только экологически чистые, но главное – безопасные, ведь робот не знает усталости и не совершит ошибку. Такой транспорт станет основой умных городов, о которых все чаще задумываются по всей России. Казанский федеральный университет также ведет разработки в этой области. Совместными усилиями КАМАЗа и Казанского университета ведется создание беспилотных транспортных систем, машин, инфраструктуры и системных умных знаков. Благодаря вот такому сотрудничеству у нас есть возможность иметь эту аппаратуру, иметь самую последнюю, самую современную аппаратуру, наверное, той, которая не на всех предприятиях Ростеха есть. Мы имеем некие наработки, которые, ноу-хау, те, которые запатентованы, и можем решать те задачи, которые у других не решены. Вот это самое, так сказать, основное. Напомним, что 8 мая на Крымском мосту прошли первые испытания беспилотного автомобиля КАМАЗ, технологии которого разрабатывали совместно с Казанским университетом. А чтобы проверить, как будут функционировать умные мегаполисы, начнут с малого. По словам ректора Казанского университета Ильша Дагафурова, территорию студенческого кампуса деревни Универсиада превратят в тестовую площадку, где испытают разработки вуза. Олег Ашин, Универньюз. Употребляя витаминные добавки, мы не задумываемся, так ли они эффективны на самом деле, как пишут об этом на упаковках. Кто-то хочет ногти свои укрепить, кто-то волосы сделать пышнее, а некоторые принимают добавки для профилактики различных заболеваний. А поможет ли? В теме разбиралась Анна Глазунова. Для поднятия иммунитета, укрепления здоровья и профилактики заболеваний мы принимаем витаминные добавки. Так ли они нам необходимы и действительно ли в них содержится эта чудодейственная сила, о которой говорится в рекламе. На сайте Naked Science была опубликована статья о том, что медики не обнаружили в витаминных добавках никаких существенных результатов от их приема. Группа канадских ученых представила в Journal of the American College of Cardiology результаты обзора популярных витаминных добавок, которые принимаются для профилактики сердечно-состудистых заболеваний. Один из авторов исследования Дэвид Дженкинс отметил, что принимая мультивитамины, витамин D, кальций или витамин C, вреда организму они не нанесут, но и большой пользы ждать от них не стоит. Говорить о том, что в витаминах пользы никакой нет, но это явно неправильно. Суть статьи не означает то, что нужно отказываться от витаминов полностью, потому что, естественно, мы должны их пить, особенно в наших условиях, в зимний период, когда все-таки свежих овощей и фруктов у нас нет. Но при этом как-то ожидать, что мы будем пить чудо-добавки, не принимать никаких мер, у нас сами собой прочистятся сосуды, и снизится риск инсульта, инфаркта, других сердечно-сосудистых заболеваний. Это мы тоже объективно не должны в это верить. Ведь недостаток витаминов тоже может вызвать различные заболевания и проблемы со здоровьем. А витаминоз может вызвать достаточно серьезное ухудшение организма, но недостаток витамина D – это рахит, недостаток витамина А – это пелагра, С, цинга и так далее. Но также вреден и избыток витаминов, поэтому необходим некий баланс. Существует такая вещь, как гипервитаминоз, он в основном, правда, касается жирорастворимых витаминов, таких как А, Е, С, например, проще выводится из организма. Ну, то есть избыток витамина может вызывать аллергические реакции вплоть до смертельных опухолей. Нужно отметить, что употребляя здоровую пищу, организм сможет и сам получать все необходимые витамины, макро- и микроэлементы. Поэтому прием каких-либо добавок вам просто не потребуется. К тому же покупка таких препаратов стоит недешево, при этом не всегда можно получить обещанного результата. Не забывайте, что перед покупкой и приемом витаминных добавок необходимо проконсультироваться с врачом. Анна Глазунова, Универньюз. Международная группа ученых выяснила, что древнейшие архозавры ходили на четырех ногах, что абсолютно противоречит нашим привычным представлениям о древних рептилиях. В сенсации из мира динозавров вас познакомит Аделя Шумилова. Свою родословную динозавры, с которыми мы знакомы по многочисленным фантазиям голливудских режиссеров и внушительным скелетам в музеях, ведут стриаса. Так ученые называют самый ранний геологический период мезозойской эры, начавшийся 252 миллиона лет назад. Ближайшие предки динозавров, как известно, располагались в основании птичьей ветви. При этом многие ученые представляют их размером с курицу, ходящими на двух ногах. И в отличие от своих близких родственников крокодилов, довольно проворными. Миллионы лет продолжая развивать эти качества, они в конце концов эволюционировали до современных птиц. Такую вполне логичную картину с ног на голову перевернула международная группа ученых, обнаружившая новую кандидатуру на роль раннего предка динозавров. Ей оказался архозавр Телякратер радинус, фрагменты скелета которого были найдены в Танзании. Кто такие Телякратеры? Чем они отличаются от тех динозавров, которых мы привыкли себе представлять? Нам удалось выяснить у заведующего кафедры палеонтологии и стратеграфии КФУ Владимира Силантьева. Выражаясь современными терминами, это четвероногие, трехметровые ящероподобные животные с большим длинным хвостом. По-видимому, они были хищниками, потому что у них хорошо развиты зубы. Четыре ноги они использовали для того, чтобы настигать добычу. Телякратеру долгое время не могли найти от назначенного места в родословной древних присмыкающихся. Причиной тому недостаточное количество найденных останков. Исправить ситуацию удалось благодаря находке новых окаменелостей животного. В частности, удалось найти кости голеностопа, которые пролили свет на то, что Телякратер является одним из древнейших представителей птичьей линии эволюции. И вот у Телякратеров особенности костей сходны с костями большинства динозавров. Из-за этого сходства и пришли к выводу, что это возможные предки. Абеля Шамилова, Универньюс. Большой праздник футбола, который с нетерпением ждали миллионы жителей планеты и к которым с особым трепетом готовились волонтеры, стартует уже на этой неделе. О том, какое участие в этом масштабном событии принимает Казанский федеральный университет, смотри далее. Уже 16 июня в столице Татарстана пройдет большой футбол на стадионе «Казань-Арену». Встретятся команды Франции и Австралии. В городе проходят последние приготовления к Монтиалю. Организаторы спортивного события работают без выходных и не спят ночами. На железнодорожных вокзалах, центральных улицах, в парках, у станций метрополитена, российских и зарубежных болельщиков готовы встретить волонтеры, в число которых вошли и студенты Казанского федерального университета. На позиции по Чемпионату мира по футболу от студентов Казанского федерального университета принимает участие более тысячи студентов. Они занимают разные позиции. Порядка 170 студентов, волонтеров Казанского федерального университета – городские волонтеры, которые распределены по улицам города Казани и помогают жителям сориентироваться на местах. Подбор волонтеров осуществлялся волонтерским центром Чемпионата мира 2018. Он включал тестирование на знание английского, тест по определению способностей и деловых качеств, а также интервью. В рамках Чемпионата мира, который пройдет в 11 городах России, состоятся 64 матча, 6 из которых будут сыграны в Казани. Диана Шилова, Универньюз. На сегодня у меня все. Берегите себя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok